На кустанайских рынках появились первые ягоды. Хозяйки готовятся к сезонной консервации и, как обычно, прогнозируют рост цен на сахар. Тем более, признают в городском отделе сельского хозяйства колебания. Цены уже фиксировались. Как говорят в городском Акимате, сегодня в оптовых точках 1 килограмм сахара обходится кустанайцам в 205 тенге. Плюс-минус 2 тенге. Мониторинг цен проводят еженедельно. Если сахар начнет дорожать, будут делать товарные интервенции из стабилизационного фонда. При этом имеющегося объема, заверяют в городском Акимате, а это более 300 тонн, хватит для того, чтобы стабилизировать цены. Отпускать сахар из стаб-фонда будут также по 205 тенге за кило. В этом году товарные интервенции из стаб-фонда уже производили. По сниженной цене торговые точки продавали говядину, картофель, морковь, рис и куриные яйца. Общая стоимость проданного товара почти 8,5 миллионов тенге. В запасе стабилизационного фонда имеется сахар в количестве 319,46 тонн на сумму 68 миллионов 714 тысяч тенге. По такой продукции, как картофель, морковь, рис, гречка, масло подсолнечное, молоко, масло сливочное, говядина, мука, яйцо, заключены порводные договора. Подъемы 4423,60 тонн. На общую сумму 65 миллионов 790 тысяч тенге. Для того, чтобы вовремя отреагировать на ценовые изменения, мониторинг устанайского рынка производят еженедельно. По итогам первого полугодия динамика такова. Подешевели кефир, куриные яйца, подсолнечное масло и картофель. А вот белокочанная капуста и морковь подорожали. На 22,7 и 13,3 процентам соответственно. Из-за фонда у вас морковь имелось, но цена все равно повысилась на морковь. Ладно, капусту мы в стабилизационный фонд не закупаем. Рост цен это буквально тем, что морковь у нас закончилась, закончили запасы и преобладание новой свежей продукции из юга. То есть вся эта продукция у нас идет через ОРТ на базаре. Информация у вас о наличии как будто имеется, то что вы провели закуп, а фактически допустили ему рост цен. Тогда цель создания стабилизационного фонда. Базл Жакупов поручил проанализировать ситуацию с ценами на овощи и закупать продукты в стаб фонд так, чтобы потом не было дефицита. Монорбек Касколов, Дмитрий Гуренко, Ярослава Богатырева, РТН.